Союз с Союзом, а бизнес врозь. Минский автозавод теряет рынок России. Согласно опубликованному исследованию рынка грузовых автомобилей, белорусский автогигант на российском рынке занимает уже только шестое место. Опередили минского поставщика как российские конкуренты из ГАЗа или КАМАЗа, так и шведские гиганты Scania и Volvo. Что произошло в торговых отношениях Белоруссии и России, выясняли мои коллеги. «Больше продаём, больше работаем и больше зарабатываем». Так результаты первого полугодия текущего года описывают члены Свободного профсоюза металлистов на Минском автозаводе. В последнее время на МАЗе повысились зарплаты – 815 рублей в среднем. И должны повыситься ещё больше, потому что МАЗ начал работать уже все дни. Уже с июня МАЗ работает в полный рабочий месяц. Об увеличении продажи грузовиков МАЗ на своём рынке рапортует и российское агентство «Автостад». Проблема, однако, в том, что продажи МАЗ растут гораздо медленнее, чем остальной российский рынок. В результате, если в прошлом году, как и много лет назад до этого, Минский завод занимал на российском рынке третье место по продажам после КАМАЗа и ГАЗа, то в этом году скатился на шестое, пропустив вперёд «Вольво», «Скания» и «Мерседес». Исполнительный директор автопроизводителей РФ в телефонном разговоре с Булсатом пояснил, что местные перевозчики сейчас ищут лучшее качество и имеют на это деньги. Грузовики прямым классом в этом году растут. Очень много иностранцев пришло на этот рынок. И отложенный спрос, который сложился за последние годы, он сейчас компенсирует многие компании перевозчиков. Они компенсируют, потому что с евро 5, с евро 4 в Европу уже не пускают. И они меняют автомобили на евро 6. Грузовики с мотором экологического качества евро 6 выпускают и на МАЗе. Чем же россиянам не подходит их качество? Он не ходит вообще нисколько. Он ходит там 150 тысяч километров, потом умирает. С плюс процентом соотношение больше финансовой потери при продаже. Если он теряет там за 3 года 50% своей искусственности, «Скания» потеряет там 25%. Как поясняет руководитель компании перевозчик.рф, МАЗы все еще очень популярны на рынке поддержанных авто. Так белорусские грузовики составляют половину автопарка его компании. Это просто самый дешевый вариант на данный момент по рынке. Проще всего купить не очень старый МАЗ, скажем так, поддержанный, но с убитым двигателем, поставить в него там, мы вышли там МАЗовский, МАЗовский двигатель. Это дешевле, чем купить такого же года Мерседес или МАЗ. Это просто будет дороже. Что думают про отечественный грузовик белорусские дальнобойщики? Мы спросили тех водителей, которых нашли в Минске. Я ездил на МАЗе, я как-то на Сибирь ездил, но мне не понравилось. Комфорт не тот, который хотелось бы. Много ремонтов нет, всего, ну там много нюансов. Правда, по сравнению с российским КАМАЗом, большинство опрошенных нами перевозчиков в Белоруссии и России отдают небольшое предпочтение минскому производителю, по части качества. Но россияне все же не исключают выбора в пользу КАМАЗа ради более распространенной сервисной сети и, главное, цены. Дело в том, что на покупку российских автомобилей в РФ действует государственная субсидия «Русский тягач». Станислав Ивашкевич, Юлия Лобанова, Белсат.